Музыка Скажите, это вот прилетело с крыши у вас? Можете к мне какой-то комментарий? Что это было? Как это вообще произошло? Без понятия. Приехал, стекло разбито. Музыка Ураганный ветер обнажил сегодня проблему капитального ремонта. На протяжении дня магаданцы выставляют в социальные сети множество видеороликов о том, как с домов буквально улетают крыши, разбиваются окна, мусорные пакеты дополняют общую картину событий. Люди с трудом передвигаются по улицам, у машин срывают капоты. В 9 утра на улице Пролетарской в доме 82 ветер снес значительный фрагмент крыши, который впоследствии разбил несколько окон в соседнем доме. Мэр города Юрий Гришан прибыл на место происшествия для оценки ущерба, нанесенного стихией. Сотрудники пожарно-спасательного центра оцепили территорию, прилегающую к домам. Место стало опасным для передвижения горожан. Из авторитетного источника поступила информация о том, что на номер 112 то и дело поступают звонки. Горожане сообщают о частичном разрушении кровли, обрывах линии электропередач. Рекламные щиты не все прошли проверку. Груды металла и мусорные кучи можно наблюдать на фото в сети из каждого района нашего города. На той же улице Пролетарской фонари склонили головы перед стихией. Въездная стелла, достопримечательность Магадана, сегодня лишилась букв в названии города. Специалисты утверждают, что еще не менее суток горожанам нельзя ослаблять бдительность. Также рекомендуют не выходить из дома. Вечерний Магадан обратился в региональное управление МЧС. В настоящее время на территории Магаданской области действуют неблагоприятные погодные явления, связанные с прохождением ветровых нагрузок. В городе Магадане до 33 метров в секунду зафиксированы порывы ветра. Поступают заявки на 112 по обрушению кровли, а также нарушение электроснабжения на малой энергетике. Сейчас работает 244 человек и 78 единиц техники по контролю и ликвидации последствий прохождения циклона. Обращаюсь к жителям Магадана и Магаданской области. Без необходимости не покидать населенные пункты, уточнить, где ваши близкие, а особенно дети. Единый телефон спасения 112. Летающие кровли, крыши и выбитые стекла в многоквартирных домах. Магадан оказался во власти циклона. Порывы ветра за последние сутки достигали 27 метров в секунду. В связи с этим в малом зале мэрии Магадана провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Городские власти и сотрудники ведомств организовали превентивные мероприятия по снижению риска дальнейшего возникновения ЧАЭС. Мэр областного центра Юрий Гришан отметил, что муниципалитет готов оперативно возместить ущерб пострадавшим от циклона. Мы обеспокоены тем, что произошло, что мы готовы распечатать наш резервный фонд. Создана комиссия по оценке ущерба. И бригада ИВР работает. Поэтому это беспокойство, волна, которая идет сейчас в социальных сетях, она имеет место быть, потому что никто не знает, когда это все закончится и какой еще ущерб будет нанесен. Но мне сказал Александр Валентинович, что три рыбака поехали рыбу ловить, да? Их было пять уже, да? Нет. Безумству храбрых поем мы песню. На 9 утра было 300, потом, если создать, значит, это будет 10 машин. Ну что, их надо выдергивать за уши, что ли? А мы их уже не видно. Их уже не видно. По словам градоначальника, все службы находятся в режиме повышенной готовности. Сформированы резервные аварийные бригады на случай повреждения коммунальных сетей. Также в школах города с 1 по 8 классы организовали свободное посещение. Сам родитель определяет, везти ребенка в школу или нет. Если он не может его сопроводить и встретить из школы, он должен остаться дома. Если он может сопроводить или хочет сопроводить и потом встретить из школы, значит, он это делает. Вся еда приготовлена в школах. Теперь у нас в школах 12 тысяч детей, но, грубо говоря, по тысяче в параллели, ну, мы тысячу первоклассников, это 8 тысяч детей не посещает сегодня школу. Также обсудили возможные обрывы линий электропередач. Пока, уверяют эксперты, в Магадане нет ни одного района, который бы отключили из-за риска короткого замыкания. Однако есть частный сектор, где электричества временно нет. А еще на заседании поговорили об изменении погодных условий. На 11 февраля в городе Магадане ночью временами небольшой снег, днем без осадка, ветер северо-восточный ночью 17-22, днем 9-14 с метелью, температура ночью 4-6, днем 24 градусов мороза. На 12-й без осадка, ветер северо-восточный 8-13, температура ночью 10-12, днем 7-9 мороза. И на 13 февраля без осадки, ветер северо-восточный 7-12, температура ночью 14-16, днем 10-12 мороза. Кроме того, специалисты проработали вопрос уборки, разнесенного по улицам мусора. Эксперты предупреждают, и пешеходам, и водителям стоит быть осторожными при передвижении, а при возможности лучше оставаться дома. За 2020 год количество ДТП на территории Колымы, при которых пострадали или погибли люди, составило 220 случаев. Это на 20% меньше, чем за 2019 год. Об этом сообщил на брифинге начальник автоинспекции Магаданской области. Число погибших сократилось на 37%, и почти на 100 человек меньше получили ранения. Если рассматривать по основным видам дорожно-транспортных происшествий, характерных для нашего субъекта, мы наблюдаем 89 фактов – это съезд дороги и опрокидывание транспортного средства. Следующее – это столкновение 76 дорожно-транспортных происшествий и 28 наездов на пешеходов. Это из основных. Причинами дорожно-транспортных происшествий, либо, скажем так, на несоблюдение требований правил дорожного движения, повлекшие эти последствия, явились несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения. Ну и по-прежнему актуальным вопросом, несмотря на значительное снижение, является управление транспортом в состоянии опьянения. Также обсудили детский травматизм. За 2020 год произошло 13 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Это на 48% меньше. Одна из причин аварий – отсутствие удерживающих кресел. Погибших детей не было. Сотрудники ведомства постоянно проводят мероприятия, которые направлены на профилактику правонарушений. В Магаданском колледже искусств у студентов заочной формы обучения началась зимняя сессия. Финальным зачетом у студентов является концерт, который они самостоятельно готовят. Подобного рода испытания было невозможно провести раньше в условиях эпидемиологических ограничений. Динамика идет на улучшение в связи с пандемией. Поэтому мы приняли решение с руководителем образовательного учреждения в этот раз у заочников сессию провести в нормальном формате. То есть они все явились на сессию не дистанционно, а очно. Инга Винокурова учится заочно на втором курсе отделения социально-культурной деятельности. Студентка поделилась своими впечатлениями за съемочной группой вечернего Магадана, как именно выглядела сессия на дистанционке. Во время пандемии у нас были онлайн занятия, конференции. Мы каждый день созванивались точно так же, с преподавателями занимались, нам давали задания, мы отвечали. То есть, конечно, было не такое обучение, как очно, интересно, и не было возможности репетировать. Но тем не менее, все задания, все пары у нас проходили, мы все сдавали точно так же, как на обычной сессии, кроме концертов. Но мы записывали видео онлайн. С 1977 года колледж выпускает организаторов в сфере культуры. По статистике учебного заведения, около 80% выпускников продолжают работать по специальности, получают дополнительное профессиональное образование. Некоторые из них теперь преподают в родном колледже. Мне очень радостно и отрадно отметить, что вот на нашем этаже, четвертый этаж занимает наше отделение, все преподаватели – это наши выпускники нашего отделения. Все, абсолютно. И я в том числе. Я когда-то тоже закончила это училище. Студенты занимаются такими дисциплинами, как основа актерского мастерства, режиссура массовых мероприятий, сценарная композиция, грим, изготовление реквизита, техника сцены и сценография. Теперь подготовка идет полным ходом. После ограничений в период пандемии студенты-организаторы снова имеют возможность выйти на сцену родного колледжа. Продолжение следует...